Родина Альпинии лекарственной – Юго-Восток Китая. Она и ее заменители из семейства имбирных с древности известны жителям Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока в качестве лекарства от многих болезней в китайской медицине, аюрведе, греческой медицине и медицине Унане, которая практиковалась и практикуется в Персии и арабских странах. Альпиния – родственник имбиря. В пищу используется корневище альпинии галанга, одного из заменителей альпинии лекарствами. Собственно, арабское слово халанджан и означает «дикий имбирь». Оно образовано от китайского слова с похожим звучанием. Сейчас галангал продается в наборах пряностей для супа том-ям. Однако эта пряность была очень широко распространена в России задолго до появления у нас ресторанов тайской кухни и супов том-ям и том-кха. Латинская форма этого слова – галанга и дала русский термин «галган», а позднее «калган». В первый раз на русском языке оно фиксируется в XVI веке в травнике Любчинина, известном по списку XVII века и созданном приблизительно в 1530-е годы. Но если вы попробуете поискать картинки по запросу «калган», в поиске выпадет совсем другое растение, о котором речь пойдет ниже. Альпиния была известна в классической древности в Китае и далеко за его пределами. В Европе, возможно, одним из первых, ее упоминает плутарх под названием туперус, рассказывая о кюфи – это ароматическая смесь масел, которую применяли в Древнем Египте в ритуальных и медицинских целях. В ее состав также входили мед, вино, виноград, мирра, мастика – это смола, дерево-фисташка мастичная, битум, можжевельник, щавель, кардамон и другие. Всего 16 ингредиентов. Кстати, альпиния используется и в наши дни, во время христианских таинств в составе мира. Старинные руководства по лекарственным ингредиентам тоже упоминают альпинию. Один из отцов основательной фаранкогнозии, древнегреческий врач Диаскорит, в своем классическом труде Демотерия Медика упоминает кюперус или кюперус. Филологи-классики предполагают, что под этим названием может скрываться альпиния. Ее использовали как средство от камней в почках, язв, укусов скорпионов и помогающего при месячном очищении у женщин. Согласно Диаскориду, кюперус входит в список средств с горячей и сухой природой. Что это означает? Гуморальной теорией, которая родилась в классической Греции и преобладала в европейской медицине вплоть до XIX века, принадлежит всем известное деление на четыре темперамента – сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик. Каждый из этих темпераментов ассоциируется с преобладанием одной из четырех жидкостей, которые циркулируют в человеческом теле и оцениваются по критериям влажный-сухой и горячий-холодный – это кровь, желтая желчь, черная желчь и флегма. Искусство медика по этому учению состоит в том, чтобы сбалансировать действие жидкостей с помощью лекарственных средств с противоположными свойствами, то есть сухое лечат влажным, а горячее – холодным. Трактат о медицине конца XV века, ненужный для неучей армянского медика-полиглота Амирдавлата Амасиации, использует близкое к арабскому армянское название голангала – хавлинджан. К свойствам, упомянутым зиаскоридам, он добавляет, что хавлинджан бывает толстый и тонкий, а альпиния и правда бывает большая и малая – альпиния-голанга и альпиния-официнару. Также он сообщает, что голангал поможет от всех бед с пищеварением. Говорит он об альпинии и как об афродизиаке. Именно это свойство сделало ее популярной в средневековой Европе. С развитием торговли в ганзейских городах альпиния постепенно приходит и в европейскую часть России. Здесь она укрепляется в статусе средства от живота и входит в состав крепких настоек. Позже колган становится настолько популярной и доступной пряностью, что используется в Германии для того, чтобы подделывать высоко ценившуюся итальянскую мальвазию, о чем сообщает Андрей Болотов в экономическом магазине. Сие вкусом очень сладко, а колером густо-желтое, и у итальянцев в столь великом почтении, что они имеют об нем пословицу «manna la bocca e balsamo al cervello», то есть «мanna в урод, а бальзам в голову». В Германии многие вешают в сладкое вино мешочки с гвоздикой, колганом и имбирем, и продают оно за мальвазийское. Вообще в экономическом магазине, который издавался в XVIII веке и известен тем, что выступал в качестве тогдашней энциклопедии домашнего быта, галангал упоминается в составе нескольких медицинских рецептов, которые находят применение его горячей и сухой природе. Приведем лишь наиболее примечательный состав из выпуска журнала за 1781 год. Рецепт с галангалом рекомендовался в составе средства под названием «киндербальзам», которое поддерживает стабильное течение беременности и препятствует выкидышам. Беременным женщинам полезно принимать по одной же ложке для того, что от всего истребляются вредные мокроты около младенца. А особливо, когда брюхатая женщина, чего испугается, чрезмерно рассердится, упадет или зашибется, должна немедленно принять ложку сей водки и тем пресечь все опасные следствия. В аптеках продают оную под именем «младенческий бальзам» – «киндербальзам» по рублю фунт, но видно, сколь дешевле можно составить дома сию полезную водку. Последнее примечание свидетельствует о том, что в конце XVIII века все ингредиенты были широко доступны и стоили в сумме дешевле, чем аптечные средства немецкого происхождения. В качестве средства от живота европейским фармакопеем XVIII века был известен другой корень, но уже из умеренных широт – лопчатка прямостоячая, из семейства разоцветных. Сок корневища лопчатки краснеет на срезе, что дал охот немецкому названию «ротвордс» и английскому «бладжиут» и представлением о том, что он эффективно затворяет кровь. В переводе словаря «Натуральной истории» Леклерка де Монлено 1788 года мы видим, что корень терментила, то есть лопчатки, употребляют во время заразы и во всех злых болезнях, соединенных с кровавым поносом и кровотечением из носу. Она противостоит яду и очищает кровь. Именно под таким названием «торментил», «торматила», «тормантила» лопчатка и проникает, начиная с XVII века, в документы оборот московского аптекарского приказа в виде водки термантельной. У лопчатки нет однозначной категоризации с точки зрения гуморальной медицины, то и в целом медицинских рецептов с ней встречается меньше, что может говорить о том, что в поле зрения тогдашних естествоиспытателей она попала не так давно. Флориновая экономия, перевод с немецкого, который циркулировал в XVIII веке во множестве изданий и служил руководством поведению домашнего хозяйства, приводит оригинальный рецепт с лопчаткой от кровавого поноса. Возьми жженого оленя рогу и терментиль корня полоту, террасигелаты и арминьяки полоту, это такие сорта лечебной глины, кровавику камню, коралю, семя и кожи гранатовых яблок полоту и все сие из толокши принимай в красном вине. Тем не менее, из материалов российского натуралиста Ивана Лепехина мы можем узнать и о народном использовании лопчатки под именем «завязный корень». Простолюдины наши жуют сей корешок для остановления поноса. Это позволяет предположить, что альпиния и лопчатка циркулировали параллельно и помогали справиться с примерно одинаковым спектром проблем, что и создало предпосылки для фитонемических трансформаций. Один из первых русских ботанических словарей, изданным Ксимовичем Амбодиком в 1795 году, перечисляет всевозможные названия альпинии и лопчатки на разных языках. И тут не обойдется без третьего растения, которое маячило на заднем плане со времен Плутарха. Альпиния в этом словаре именуется, как и в современном русском, альпинией, потеряв связь с фитонимом колган. Альпинишепфланция, альпиния алпиного растения. Но лопчатка пока еще не подхватила это название, она называется «блутворц», «блутворцель», «терментила», «узик», «завязный корень». Зато полевым колганом именуется сыть, кюперус, циперус, полевой галган, ципер. Видимо, это калька с немецкого, где сыть именовалась диким галгантом, вильдегалгант, благодаря ароматному корню, который, конечно же, помогал от проблем с пищеварением. Получается, что путаница с колганом была не только в русском языке, но и в немецком, с которого переводились многие статьи экономического магазина, а также флориновой экономии. Таким образом, в одно время, в одном месте, то есть в домашнем обиходе в России 18 века, оказываются два растения, у которых используется одна и та же часть корневища, от похожих симптомов, проблемы с пищеварением широкого спектра, а также профилактика выкидышей. Сыть в обмен названиями не попала. Мы фиксируем название «дикий колган» только в переводах с немецкого. Лопчатка, которую можно было найти в среднерусском лесу, скорее всего, выступала бесплатным заменителем импортной ампиднии, поставки которой в течение XIX века все более сокращались. В 1848 году был замечен резкий спад в торговле этим товаром, несмотря на неугасающий интерес к нему в России. Возможно, это случилось из-за нарушения логистических цепей во время череды революции 1848-49 года в Германии и Франции. В условиях дефицита альпинии на помощь пришла лопчатка, начав выполнять те же функции, что и заморский корень, постепенно перетягивая на себя и название. Завершающий кадр нашей хроники относится к концу XIX века. Словарь Брагауза и Фрона свидетельствует о том, что слово «калган» переползает с альпинии на лопчатку. Статья «калган» в этом словаре отсылает к обоим растениям. В отсылке к альпинии, читаем, большой аптечный корень, который теперь редко можно встретить в продаже, добывается из произрастающей на малайском архипелаге, в особенности на Яве, альпиния галанга – галган. А лопчатка, которую также называют диким «калганом», употребляется в медицине, а также для настоек в Северной России. Слово «калган» постепенно стало обозначать и лопчатку, которая применялась в тех же целях и в том же виде – спиртовая настойка, что и галангау. По тому же принципу мы можем назвать чаем не только напиток из листьев чайного куста камелия синенсис, но также и настой ромашки, мяты и других трав. Именно для таких загадок мы придумали базу данных «фитолекс», где можно найти соответствие между историческими обиходными названиями растений и их научными обозначениями на латыни. В этом видео мы рассказали о ситуации, когда один и тот же фитоним в разное время обозначал очень далекие друг от друга растения и с точки зрения географии, и с точки зрения систематики, и каким образом это могло произойти. За подробностями отсылаем к нашей статье о «Калгане» в журнале «Антропологический форум». Ссылку можно найти в описании к видео.